В этом видео я хочу рассказать про то, как я с одного нового диска PlayStation 4 имею две игры, либо же деньги, ну либо наоборот, одну игру и деньги. Это делается очень просто, двумя способами. Существуют различные паблики сообщества в соцсетях. Я вот пользуюсь соцсетью ВКонтакте. И вот, допустим, один из пабликов. Но смотрите, те, кто живет в большом городе, для тех чуть-чуть попроще, потому что народу больше, группы активные и пользуются довольно-таки большим спросом. Но тем людям, кто живет в малых городах, в принципе, тоже такая палочка. Можно создать тоже свою группу, у кого есть PlayStation, допустим, найти каких-то тоже игроков и также в будущем обмениваться дисками. Но в будущем, опять же, оговорочка. Скоро выйдет PlayStation 5 и, насколько вы знаете или не знаете, будет две комплектации с приводом и без привода. С приводом она будет стоить в два раза дороже. Поэтому, возможно, эта лавочка прикроется у тех, у кого не будет столько денег на приставку. Как это, в общем, делается? Заходим в группу. Ссылочку на группу я оставлю в описании. Эта группа актуальна в Москве и в Санкт-Петербурге. Заходим в обсуждение и находим тут разные темы. Как вот видите, сейл-продажа в Москве. Так, так, ищем Петербург. Ссылка, продажа, обмен, игр в Санкт-Петербурге. Нажимаем, хоп. Вот она высвечивает, соответственно, что нам надо сделать? Нам надо пролистать самый-самый-самый низ. Так, и вот мы смотрим. Вот уже люди, соответственно, проходят, прошли одни из нас и продают. Я тоже на примере одни из нас покажу, как это делается. Только изначально мы заходим и смотрим. Так, за сколько люди вообще продают сейчас эту игру? Сейчас у нас 16 июля. Я купил ее 19 июня. То есть мне потребовалось 25 дней на прохождение. Ну, это опять же, я играл не каждый день. И как бы вот, за 25 дней я прошел. Смотрим. Обмен, продажа. Можно поставить обмен, допустим, на ближайшую новинку, которая вас интересует. Но опять же, это не вариант, потому что, допустим, сейчас ближайшая новинка выйдет 17 июля. Призрак Цусимы. В принципе, нам неинтересно, но, опять же, люди, сначала им надо ее купить, потом продать, потом пройти, потом продать. Это пройдет месяц. Проще продать The Last of Us, допустим, за трешку. Но за трешку навряд ли продаж, потому что, как вы видите, ну вот тут, допустим, за 3 продают. Кто-то вообще за 2 500. Цены скидывают вообще странно. Обрушают. Я предлагаю выложить за 2 900 и посмотреть на результат. Видите, продам и обменяю на другие игры. Видите, тут могут поменять на другие игры. Опять за Last of Us. Видите, 3 тысячи, 3 тысячи. Ну, в принципе, делаю вывод, что можно выложить за 3 300 даже, за 2 900. Давайте, сейчас это мы и сделаем. Вот, смотрите, я добавил 2 фотографии, соответственно, надо до этого будет вам отфотографировать. И пишем продажа 2 900 и станцию метро ближайшие ваши. У меня это, допустим, старая деревня, Комендантский проспект. Ну и Пионерскую давайте добавим. Вот, все, отправляем. Все, соответственно, вот ваша запись сразу же автоматом появляется. Вот, смотрите, продажа 2 900, старая деревня, Комендантский проспект, Пионерская. Так, сейчас покажу вам второй способ. Смотрите, есть еще, в принципе, не одна группа, но в основном я кидаю, пользуюсь именно вот этим пабликом, потому что он более активный и в основном вся основная толпа сидит здесь, смотрите, потому что здесь 255 тысяч человек сидит, поэтому, ну, народу тут реально много и она живая, активная. Каждый день записи обновляются. Хорошо, показываю вам второй способ. Как вы уже догадались или поняли, второй способ – это площадки для продажи Юла Авито. Выкладываем сначала на Юлу. Выбираем, нажимаем на плюсик «Вещи электроника». Здесь надо выбрать фотки. Напишем «Одни из нас часть 2». Выбираем и напишем «ПС-4», для того, чтобы когда в поиске водили «ПС-4», наше объявление тоже сразу выскакивало у людей. Стоимость ставим 2 900. Опять же, предварительно лучше посмотреть рынок, зайти также на Юлу и посмотреть, ввести одни из нас часть 2 в поиске и посмотреть, за сколько продают люди. Поскольку у них там висит это объявление и так далее. Ну ладно, сейчас мы вам это покажем. «Описание». Так, «Описание» ничего писать не будем, в принципе, тут и так все понятно. Так, напишем. Давайте, ладно, в описании напишем «Обмен только на Призрак Цусимы». «Обмен только на Призрак Цусимы». Категории. «Игры для приставок». «Платформа». «Плейстейшн 4», про не ставлю, не знаю, зачем, ну, в принципе, просто всегда ставлю «Плейстейшн 4». Так, жанр не обязательно, тип объявления. «Продаю свое». Так, все, смотрим, Санкт-Петербург, все, опубликовать. «Продвижения никаких не покупаем». Так, ээээ, не надо. Все, объявление размещено. Разместить другое не надо. Все, смотрим. 2 900. Так, ну, давайте зайдем, посмотрим на рынок. Посмотрим, что тут, по каким ценам нам продают. Одни из нас, вот, два. Сразу смотрим. 3 300, 3 490, 4 500, 3, 3 300, 3, 3, 3. И, короче, меньше трех вообще никто не продает. То есть, соответственно, мы скинули самую дешевую цену 2 900. Я думаю, 100 рублей вообще, в принципе, роли какой-то не сыграют. Потому что, смотрите, народу очень много реально продают. За 3 тысячи, и вообще, ну, как бы, одни из нас очень много предложений. То есть, ну, я уже начитал штук 10, только на 1 июля. Поэтому 2 900, в принципе, нормально. С учетом того, что купили игру за 4 500, считайте, за 1600 мы поиграли в игру. Купили. И 2 900 у нас будут на руках. И на эти 2 900 потом можно добавить также 1600 и купить уже Призрак Цусимы. Либо же обменяться на какие-то более старенькие новинки. Может быть, до этого, которые вы не играли в игры, можете спокойно обменивать одни из нас на другой диск. На более старенькую игру. Можете даже на 2 диска. Ничего в этом страшного нет. Ну и давайте также выложим на вторую площадку на Авито. Также нажимаем плюсик. Вещи электроника. Ну и, в принципе, все. Одни из нас. Все, блин, надо было вот на начало все-таки поставить вот эту вот картинку. Давайте мы изменим. Вот так вот раз. Все, перетащили. Чтобы все-таки лицевая была... Вот так вот все было, чтобы красиво. Все. Ну и все, ребят. Потом, как мне кто-то будет писать или там звонить, сразу все буду записывать. Привет, друзья. Прошло два дня с того момента, как я выложил объявление с продажей одни из нас. И вот, давайте посмотрим результат. Вчера вечером я продал игру за 2700. Выкладывал я за 2900. Ну, мне предложили, в принципе, за 2700. Я думал, ну, фиг с ним. Если готовы сегодня забрать, вчера точнее, то, пожалуйста. Вот как это происходило. Покупатель сначала добавил объявление в избранное, а потом он мне как-то через Юлу предложил цену. 2700. Я эту цену подтвердил. Вот, видите, добрый день, за 2700. И вот я с ним списался. Потом он мне приехал, позвонил, и все, я продал ее за 2700. Были предложения еще с Авито за 2500. Вот, видите, не компания 2500. Не здрасте, не насрать. Таких вот личностей я не люблю. Даже отвечать им не хочется. Просто 2500 и знак вопроса. Не здрасте, ничего. Пошел ты, знаешь, дядя. Куда подальше. И вот еще писал человек. На следующий день, как я выложил, прям с утра. Он готов у меня был его забрать. Как вы видите, он тут, видите, пишет, здравствуйте, еще типа продаете. А уже продано, у меня вылезло шаблонно. Я нечаянно нажал. И вот, видите, тут написано, написало мне Авито. Но потом я уже написал, что нет, еще не продал. Он был готов забрать в 10 утра. Но я ехал на работу и уже не мог ему отдать. Сказал, что в 8 часов могу. Ой, в 6 вечера отдать. Но он, видите, как пишет, что уже не терпится поиграть. И, скорее всего, он купит. Но покупатель хороший, отписался. Не стал меня игнорить. И все, в принципе. Ну и вот, потом я договорился с Юлой. А так, с группы ВКонтакте почему-то вообще тишина. Хотя вот сейчас зайдем в ответ и посмотрим. Нет, это мои ответы. Вообще, никто не писал ничего. Ну, поскольку, наверное, лето. Возможно, она не так активна. Ну, в общем, вот на Юле я продал. И вот сейчас при вас, при вас надо снять объявление с продажи. Так и не сделает даже. Все. Снять с публикации. Я продал на Юле. И вот тут можно сразу продавец. Вот, Дмитрий. И звездочки ему поставим. 5 звездочек ему поставим. Оценить. Все. Так что вот. Если кому-то это было полезно. Пишите. Ставьте лайки. И до новых встреч. Всего вам доброго. Пишите.